Девушки отдыхают Это очень реалистичная игра Извини, Шекс, видеоигры не для меня Он теряет мяч, шанс упущен Он теряет мяч, шанс упущен Вы проиграли Она и правда устарела Но новая версия будет гораздо лучше Потрясающая графика и суперреалистичный звук О да И лучшие в мире игроки Скоро в продаже Суперлига 4000 Ух ты Суперстрайкеры Крученый удар Ооо, суперстрайкеры С ума сойти Я так нервничаю Я Алекс Занимаюсь анимацией для SL 4000 Привет, Алекс Я Шейкс Убер круто Хотите? Это Шейкс, а не Убер Убер из танкеров Это сленг А, сори То есть, извините Иногда я забываю, как говорят обычные Люди Готовы к экскурсии? Йоу-йоу-йоу-йоу Это же Лузер Джоу Фууу Так воняет от всех игроков в пинг-вонь Настольный теннис, балван Ааа, я смотрю, вы знакомы? Парни, это Бешеный Джон Лучший в мире игрок в пинг-понг Настольный теннис все, что он знает. Ну, как бы, буквально все он узнал от меня. Да ладно! Чему ты можешь научить, слабак? Я новый король спина. У тебя ни стиля, ни навыков! Я еще тут. Вы идете? Это программисты. Суперумные ребята. Пишут игры. Тестировщики. Весь день играют и лопают шоколад. Круто! Где можно записаться? Это студия звукозаписи. В SL 4000 использованы голоса настоящих игроков Суперлиги. И это правильно. В 3000 звук отстойный. Игра окончена. Вы проиграли. Игра окончена. Вы проиграли. Воу-воу! Стоп-стоп! Уже лучше. А можно еще легче. Солнечнее. Что? Это не прогноз погоды. Не волнуйтесь. Почти получилось. Дубль 346. Пишем. Я сдаюсь. А здесь творится настоящая магия. Суперстрайкеры. Это студия анимации. Здесь мы прорабатываем каждое движение. Каждое движение. Да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, да, гениально. То, что нужно. Можно еще раз? Только в микрофон, ладно? Добро пожаловать в студию анимации. Данные сенсоров на ваших костюмах фиксируются камерами. И поступают в этот компьютер. О, круто! Вау! О, нет, Алекс. А вот это не надо записывать, ладно? Не волнуйтесь. Нас интересуют только классические движения суперстрайкеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс! Вот это я понимаю! Да! Отлично! Кулджо, твоя очередь. Да сколько же раз вам повторять? Видеоигры просто не мое. Но игра будет уже не та без крученого удара. Ну, не знаю, братан. Давай. Ладно, ладно, я согласен. Эй, что вы делаете? Сегодня что, день косплея? Да или нет? Нет. О, я чувствую себя идиотом. Нет. Вид потрясный. Отличный костюм. О, спасибо. Эй, может поменяемся? Правда? Правда. Типа, правда-правда? Правда-правда. Типа... Правда! Приготовьтесь к четырем крученным ударам. Левая подкрутка. Правая подкрутка. Обратная подкрутка. Как же он это делает? Это невероятно. Скорее бы увидеть это в нашей игре. Верхняя подкрутка. Я приму, я приму! Лучше давай ты. Кул Джо, потрясающая техника. Да, спасибо. А откуда вы знаете, куда полетит мяч? Это все практика. Я бы сказал, практика, практика и еще раз практика. SL 4000 будет супер! Вы, ребята, нам очень помогли. Да, вы очень помогли, супер-страйкеры. Вот они. Четыре крученных удара Кул Джо. Выучите их, распознайте и перехватите. Это всегда будет один из четырех. И тогда у страйкеров голова пойдет кругом. Вот тот самый смех. Накама против супер-страйкеров. Прямая трансляция со стадиона Га-Шу-Ку. Обе команды достойные соперники. Очевидно, все будет зависеть от... Кул Джо. Короля навесов. На вес. Шекс и Эль Матадор готовы принять передачу. Мяч у Мико Чена. В следующий раз, Кул Джо, лучше пасовать мне. Да? Накама контратакует. Опасный момент. Страйкеры спешно перестраиваются. Бесполезно. Гоу! И первый тайм выигрывает Накама. Похоже, король навесов лишился трона. Вы проиграли, супер-страйкеры. Игра окончена. Вы проиграли. Ха-ха-ха-ха. Кул Джо? Что? Кажется, я знаю, как Накама перехватывают кручёные мячи. Неужели? И как? Вчера в студии анимации был Урагири. Давай ещё раз, братан. Урагири был где? Сожалею. Наверное, он тебя видел. Что я говорил? Все эти цифровые мамбо-джамбо, захваты-перехваты, беспроводные... Сплошное зло, брат. Эй, Кул Джо, подумай о моём эго. Когда я не забиваю, я расстраиваюсь. Не будь таким эгоистом, слышишь? Ладно? Спасибо, что пришли. Мы обязательно отыграемся в ответном матче. Как, Шейкс? Урагири видел все мои приёмы. Четыре кручёных удара больше не секрет. Смотри на это с оптимизмом. Худшее уже случилось? Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Не волнуйся, это я уже подписал. Сила ракетки? Я видел, как Накама тебя уделали. Я ж говорил, я новый король спина. Но без паники. Может быть, я научу тебя паре трюков? Я так закручу, что никто не поймает. Ха-ха! Ты любишь игры, Шейкс. Может, поиграешь в пинг-понг, пока не вышла новая суперлига? Настольный теннис, болван! Так закручу, что никто не поймает? Уровень один. Какой позор! Уровень десять. Балбес. Неплохо! Уровень двадцать четыре. Ты мастер спина! Уровень тридцать шесть. Кое-что ты ухватил. Уровень пятьдесят. Да! Открыть новый спин. Штопор! Есть! У-ху! Ах, я знал, что смогу. А? Мне срочно нужен Джон. А-а-а. Ну ты даешь. Хоть руки помой. Спасибо за помощь. Это я виновата в том, что произошло в студии. Пришли. Ну, я понятия не имею, как попасть внутрь. Вы ведь друзья, Сколджо? Тайна, конечно. Не будем выдавать секреты. Э-э-э, по-моему, мы уже выдали. Ура! Ура! Давай! Давай! Сученый! Да! Смотри-ка! Давай, давай! Что? Круто! Да! Вот он! Пятый спин! Я знаю, как выиграть у Накамы. Ну, кто следующий? Кто хочет сыграть с королем спина? Шейкс! А ты что тут делаешь? Я хочу узнать про штопор. Серьезно, Коу Джо, есть пятый вид крученого удара, и ты можешь ему научиться. Брось, Шейкс. Я уже усвоил урок и больше никогда не стану тебя слушать. Дай ему сказать, Джо. Да, ты нам нужен на поле. Я не смогу забить без тебя. Глупости. Шейкс только и делает, что играет в свои игрушки. Верно, но так я и узнал про пятый спин. Видеоигры? Настольный теннис? Бешеный Джон? Да я все это терпеть не могу! Пятый спин существует. Я его придумал. Не поверю, пока не увижу. Чтобы научить себя побыстрее, мы запишем и проанализируем движение. Точь в точь, как поступил Урагири. Если видеоигры создали нам проблемы, они же помогут их решить. А есть маленькое «но». Как и в игре, штопор сначала нужно разблокировать. Неужели? Хочу доказать раз и навсегда, у кого крученый удар лучше. Как я говорил, я не играю в пинг-понг. Настольный теннис! Мне нужны голы, Джо. Ну, ради меня. И ради команды. Все, что нужно, заработать одно очко. Мы на стадионе «Страйкерленд». На прошлой неделе мы увидели, что одна команда явно уступает другой. Поэтому тренер произвел изменения. Клаус на левом фланге, а Кул Джо? Его нигде нет. Клаус отличный нападающий! Но он не сравнится с лучшим в мире левым флангом. К сожалению, нет. Четыре норь? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Опять правильно посмеялся. Да, с навесами Кул Джо забивать легко. Ничего подобного. Ладно, может, ты и прав. Не волнуйтесь. Уверен, Кул Джо уже заработал очко. Йоу-йоу! В этой игре он полный ноль! Ах ты, подлюга! Просто поддайся! Всего одно очко! Нет, Альматадор, я хочу выиграть честно! Не время выпендриваться, Кул Джо! Забудь о гордости! Забудь о принципах! Точно! Кажется, я забыл о своих принципах. Я не геймер, как Шейкс. Я не умею играть в пинг-понг, как Джон. Я футболист! Давай, Кул Джо! Давай, Кул Джо! Ха! Да! Ого! Вот так! Ха-ха-ха! Ха! Молодец! Есть! Здорово! Круто! Еще! Ха! 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 Давай, давай! Ах! Ах! Факты не лгут, Джон! Круто закрутил! Ах! Ах! В игре победил! О-о-о! Ха-ха-ха! Выиграли! Молодец! Молодец! Ножной тенниш? Да ладно! Сделка есть сделка, брат! Идет второй тайм! Хорошие новости для страйкеров! Кул Джо выходит на поле и мгновенно вступает в игру! У-ху! Давай, Кул Джо! Даже если Кул Джо сделает штопор, как мы узнаем, куда полетит мяч? Нужна практика, практика, еще раз практика! Да! Насколько я знаю, штопор трудно предсказать! Зря стараешься, Джо! Мы знаем все твои удары! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, сейчас будет пятый спин! Я надеюсь! Один из четырех! Мяч в опасной зоне! Он летит прямо в ворота! Гоал! Е-е-е-е-е-е! Да! Что это было? Да! Круто закрутил, в игре победил! Я проиграл! Хорошо! Как грустно! Вот этот мы оставим! Э-е-е-е! Ха-ха! СЛ-4000 просто отпадная! Опять ты в пролете, Урагири! А-а-а! Я проиграл! Привет! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! О, Шейкс, ты все еще играешь в СЛ-4000! Старье! Мы замутили новый гибрид! Пинг-понг против футбола! Крученый удар! Мне Алекс прислала! Хо-хо-хоу, круто! Можно попробовать? Руки прочь! Я только на сорок первом уровне! Подожди, брат! Подожди! Ха-ха-ха! Грим! 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 Мы находимся в Страйкерленде, куда только что прибыл футбольный клуб Грим. Грим! 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 С собой они привезли новую тактику, перед которой не может устоять ни один вратарь. Поезд призрак. Давайте узнаем, что это. Тренер Бельмонт, как вы придумали поезд призрак? Это не я. Все тренеры в длинной истории нашего клуба записывали знания в древнюю книгу. Так, Теномико! Кто-нибудь закройте уже это окно. Извините. Подумаешь. Это перебор! А по-моему, поезд призрак звучит... Не говори это, друг. Страшно. Почему? Правда? А как мы его оставим без вратаря? Да, почему Биг Бо взял выходной перед матчем? Биг Бо проходит секретную подготовку перед матчем. Он наша последняя защита от них. Правда ли, что игра со страйкерами особенно важна для клуба Грим? Биг Бо ведь травмировал вашего легендарного нападающего, Спайка. Спайк Доусон был великий футболист, но своей злобой он запятнал доброе имя нашего клуба. Я рад, что мы его больше не увидим. Ха, это вы так думаете. Мои трофеи. Но коллекция не полная. Ну ничего. Скоро я разрушу карьеру Биг Бо, как он разрушил мою. И его перчатки станут моим последним трофеем. Спайк, я испекла тебе штрудель. Мама, не отвлекай меня, когда я думаю о мести. Не дерзите матери юноша. Прости, мама. Не желаете покинуть подземелье, сэр? Воздух тут затхлый. Не страшно, Альберт. Кажется, я понял, как работает поезд призрак. Они держат плотный строй, скрывая положение меча. Братарь не знает, откуда он прилетит. Мои оппозиции и реакции должны быть идеальны, чтобы устоять перед призраками. И как вы этого добьетесь, сэр? Зенитки! Я говорил, что клуб без меня ничто. Особенно, когда я украду драгоценный тактиномиком. Пора нанести Биг Бо-визит. Мам, я застрял. Не волнуйся, дорогой. Сейчас принесу масло, и мы вытащим тебя в два счета. Активировать зенитки. Зенитки активированы. Да-да, я вас и так прекрасно слышу. Не хотите купить струдель, милок? Ммм, вкуснотища. Прошу в дом. Обожаю хорошие штрудели. О, спасибо. Милок. Отраженные удары. Сто процентов. Включен спящий режим. Альберт, это ты? Зенитки активированы. Скорость увеличена. Опасна. Вероятная травма. Отключить. 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 Питание отключено. Обратитесь в официальный сервис для ремонта. А, мой последний трофей. А? Твоя месть начинает мне надоедать, Спайк. Я не остановлюсь пока. Не изгубишь мою карьеру, как я твою. Я же говорю, скучно. Видишь, я цел. Твой план не удался. Ха! Это ты так думаешь. Но ты не единственный, кто знает все секреты, Биг Бо. Прошу прощения, сэр. Не могли бы вы помочь? Я очень сожалею. Эта старушка нейтрализовала меня вкусным штруделем. Это была не старушка. Это был Спайк Доусон. Спайк Доусон? Опять он. И что же нам делать? Ничего. Пока. Мне нужно отдохнуть перед матчем. Почему ты больше не играешь со своим другом? Заклятым врагом! Биг Бо мой заклятый враг! И моя игра только начинается. Дисциплинарный совет Суперлиги. У меня есть информация о краже тактиномикона. Доброе утро, сэр. Выспались? Да. И сегодня я остановлю поезд призрак. Только не покупай штрудель, лады? Очень смешно, сэр. Я агент один. Я агент два. Дисциплинарный совет Суперлиги. А у меня нет номера. Но если я раскрою дело, мне его точно дадут. Свод правил агента. Правило 4.73. Агент Суперлиги всегда спокоен. Он ясно мыслит. И выглядит круто в любой ситуации. А чем я могу помочь вам, господа? Есть сведения, что Биг Бо замешан в краже тактиномикона. Ты не единственный, кто знает все секреты, Биг Бо. Спайк не хотел меня травмировать. Он хотел меня подставить. Не возражаете, если мы осмотримся? Хм. А почему вы решили, что Биг Бо замешан в краже? Анонимный звонок. Кроме того, ему нужна эта книга. Если он хочет справиться с поездом-призраком. Нашел! Нашел, нашел, нашел! Протокол, стажер. Правило 1.7. Агент никогда не улыбается. Здесь что-то жирное. То же самое было в их автобусе. Биг Бо главный подозреваемый. Усилить охрану на стадионе. Вчера вечером Спайк принес тактиномикон сюда. Он хочет, чтобы меня дисквалифицировали. Ну, и что мы будем делать? Спасать мою репутацию. Но сперва игра. Игра, сэр? Не хочу утверждать очевидное, но на футбольном поле не спрячешься. Хм. А это и не нужно. Вот он. Свод правил Суперлиги. План такой. Я выйду на поле, остановлю призраков и докажу, что меня подставили. Вроде не сложно, сэр. Добро пожаловать в Страйкерленд. Фанаты клуба Гримм съезжаются к стадиону. Но они не сравнятся с самой командой. Как ни странно, на воротах Суперстрайкеров будет стоять их второй вратарь, но мёрдок. Если кто-то и остановит призраков, то только Биг Бо. Слышишь, Бренда? Чук-чук-чук. Ту-ту-ту! А вот и поезд-призрак. Суперстрайкерам явно нужен вратарь покрупнее. Стойте. Мы ищем похожего на вас человека. Извините. Можете проходить. Можете проходить. Вот и еще один вратарь пал жертвы призраков. Простите, ребята. Я вас подвел. Не переживай. Никто не может остановить призраков. Кроме меня. Биг Бо? Где ты был, бро? Ну, Спайк повесил на меня кражу тактина Микона, и я типа скрываюсь от агентов Суперлиги. Нет. Не сочти за бестактность. Но ты нашел способ остановить призраков, Бо? Без паники. У меня все схвачено. Секундочку. Если у тебя получится, все решат, что ты правда украл книгу. Это будет странно, бро. А ты не думал, ну, пропустить гол нарочно? Да, есть вещи поважнее футбола. Или нет. Спайк у меня не победить. Я пойду туда и остановлю поезд призрак. Как ты попадешь на поле? Здесь повсюду агенты Суперлиги. Понадобится немного удачи и руководство для агентов. Хорошие новости для фанатов страйкеров. Злополучного Ноа Мердока убрали. Но есть и плохие новости, Мак. Ему не нашлось замены. Суперстрайкеры начинают второй тайм без вратаря. Биг Бо, не двигайся. Правило 54-72. Понять мотивы. Ты был готов на все, чтобы остановить призраков. И ты не мог не прийти. Вы... вы не так поняли. Я не крал так Динамикон. Это все Спайк Доусон. Сдавайся, Биг Бо. Тебе некуда бежать. Негде спрятаться. Мне не надо прятаться. Правило 7-94. Молчите. Я сам знаю. Агенты Суперлиги нельзя выходить на поле во время матча. На поле появляется Биг Бо. Но Владимир Савич уже у ворот. О, какая техника! Биг Бо ускользнул от нас. Возьмем его сразу после финального свистка. Так точно. Так точно. Так точно. С возвращением Биг Бо появится ли у Суперстрайкеров шанс? Скоро мы это узнаем, Бренда. Так точно. Ладно, парни. Биг Бо рискнул всем ради команды. Давайте не подведем его. Гоу! Гоу! Так точно. Это Гоу. Возмутительно. Биг Бо вор. Имя Спайк Доусон ничего не говорит. Бо говорит, его подставили. Что? Смешно. Спайк Доусон давно в прошлом. Тук-тук-тук. Кто-нибудь дома? Эй, ты. Скрываешься от закона? Тогда я сам войду. О, как же долго я ждал этой минуты. С Биг Бо покончено. Я, наконец, заберу мой трофей. Что? Нет, нет. Не может быть! Призраки снова атакуют. Но в этот раз на воротах страйкеров стоит неповедимый Биг Бо. Что? Он играет? Его перчатки будут моими. Пока неплохо. Теперь все зависит от вас, сэр. Биг Бо помог страйкерам сравнять счет. Но самое трудное только начинается. Поезд-призрак. Если честно, я надеюсь, что Бо промахнется. Понимаю тебя, бро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Великолепно! Молодец, Бо. Фанаты призраков просто в шоке! Биг Бо – первый вратарь, который отразил их атаку. Так точно. От других слов ты не знаешь? Так точно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Горячий вкусный штрудель. Штрудель! Покупайте штрудель! Вот ты где! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идет добавочное время. Устоит ли Биг Бо? Или поезд-призрак его переедет. Я должен разоблачить Спайка. Или мне конец. Но как? А-а-а! Мой последний трофей! Моя позиция и реакция должны быть идеальны. Биг Бо снимает перчатки. Обе. А он умеет привлечь к себе внимание. Биг Бо заплатит за неуважение. А-а-а! Они прорвали оборону. Только Биг Бо отделяет призраков от победы. Неужели поймает? Так точно! У-у-у-у! Отдай аниме! Кажется, фанаты не могут поделить перчатки Биг Бо. Эй, а это не Спайк Доусон? Попался. Что? Биг Бо говорил правду. Внимание агентам. Взять Доусона. Ты сделал это! Спасибо, ребята. Подумать только. Кража века и горы Штруделя. А я все пропустил. К счастью, Биг Бо не зевал. Да уж. Оказывается, ты не шутил. У тебя правда все схвачено. Это еще что? Это жир. Фу. Эй, а это не та же штука, которая была в автобусе и на такте на Миконе? Молодец, стажер. Ты их заслужил. Протокол, юноша. Агент никогда не улыбается. Но один раз можно, агент-3. 1027. Пайк, Доусон. Я же тебе запретила играть в помойке. Прости, мама. Ну, хорошо. Поехали домой. Идут последние минуты игрового времени, а счет до сих пор равный. Ликвидо устремляется к воротам. Невероятная скорость. 18 миль в час. Если кто-то и может за ним угнаться... То это Тайгер. 19 миль в час. 20 миль у Ликвидо. 21 миль у Тайгера. Какой циничный подкат. Но судья продолжает игру. Похоже, тебе нужен новый амулет, бро. За исключением Тайгера, Ликвидо нет равных. Голд! Счет 2-1. Ликвидо задирает майку и празднует победу. Нет, ну вы это видели! Да, Ликвидо нарушил правила. Дождемся следующей игры. Ты его сделаешь. Да ладно. Надеется, что вам повезет на плавучем стадионе? Глупо. Дома я всегда быстрее. Супер Страйкеры. Кто быстрее? Вуаля! Много жиров, много соуса и... слишком много еды. Мне нужны игроки в идеальной форме. Я Жак Паваре, мастер кулинарной интриги. Я не марую людей голодом. Извини, Жак. Экстренная ситуация требует экстренной подготовки. Верно, парни? Ух ты! А тут классно! А что мы здесь делаем? Проф? О, ну, возможно, Гидры самая быстрая команда Суперлиги, потому что они тренируются на лучшем в мире аппарате по развитию выносливости. А можно перевести для обычных людей и для Эль Матадора, пожалуйста? Подводные тренировки. Безе, фазе, боже же. Точно, Блок. Вода в тысячу раз плотнее воздуха. После воды играть на суше будет, ну, легче легкого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Давайте посмотрим, стали ли вы быстрее после тренировки. Метеоры вперед! Да, берегись, Ликвида! Тайгер, твой рекорд – 24 мили в час. Ты должен его побить. Понял, тренер. Двадцать... Шесть! Невероятно! И, чем больше тренировок, тем выше скорость. Отплытие на плавучий стадион через три дня. Эм, в аквариум? В аквариум. Семь лет учебы. Девять лет в Бистро Бельзанто. Шесть звезд Мишлен. Ради этого. А что это? Это мой рис вкусняш. Рис с рисом и рисом в форме вашего лица. Баггин, Роггин, Баггин? Да ладно вам. Мы тренировались под водой целую неделю. Можно нам нормальной еды? Тренировка не поможет, если вы не будете худые и злые. Да уж. Мы-то худые, а вы злой. Предлагаю сделку. Если мы побьем гидр, устроим пир прямо здесь, на обратном пути. Ну, что скажете, тренер? Ах, ладно. Да! Ух ты! Да, 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 да. Здорово! Ух ты! Потрясающе! Готовы к проигрышу? Готовы к победе! Да, мы тоже тренируемся под водой. Что, вы плавали в ванной? Мы тренируемся в океане. До самого матча. Вот почему дома мы быстрее. У Тайгера скорость 28 миль в час. Да, точно. Он обгонит тебя когда угодно. И где угодно. Неужели? Как насчет сейчас? На дне океана. Что? Ну, не знаю, ребята. Потренируешься под водой. Утрешь нос ликвида. Давай, друг! Ах, ладно. Это дыхательный аппарат. Воздуха в нем на века. Микрофон встроен в маску. Пригодится для воплей. Грузовой пояс не даст тебе всплыть на поверхность. Нужная вещь. Хе-хе-хе-хе. Начали! А ты оказался не так уж и плох. У меня нет выбора. Приходится. Видишь что-нибудь? Очень глубоко. Нет, он промахнулся! Учись, малек. Ты правда быстрее. Что ты на это скажешь, Ликвида? Ликвида? Увидимся на матче, бро. Нет, стой! Ликвида! Как снять пояс? Увы, без моего амулета никак. Тайгер? Ты весишь целую тонну! Эту штуку можно снять? Нельзя. Ликвида нас обманул. Есть только один ключ. И он у него. О, гад морской! Да, о чем я думал? Нужно сказать тренеру. Нет, 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 нет. Не надо беспокоить его, друг. Мы сами найдем ключ. Ну, не знаю. Брось. Все решим. Ладно. Бум-бум. Вы же в суперлиге, да? Тогда попробуйте совсем не жирные и абсолютно безвкусные полезные суперовощи. А, фасоль? Уи, фасоль. Все ради победы, ребята. Ну как? Мы не нашли ключ. И ликвида. Тайгер? Жак! Ну, как там наше праздничное меню? Это будет лучшее, что я когда-либо готовил. И определенно лучшее, что вы пробовали в своей жизни. Правда? Ну, например. Как насчет хот-догов, Жак? Отличная идея. Лучше готовить фасоль. Смотрите, стул сломался. О, какой хлипкий стул, да? Я знаю, в чем дело. Тайгер. Ты опять нарушил диету, верно? Попался, Тайгер. Сбрось вес, Тайгер. Завтра ты нужен в идеальной форме. Вот вы ляпались. Вы обещали, что снимете эту штуку. Так снимайте. А-а-а! А-а-а! Хватит! Мы идём к тренеру. Ай-яй-яй. Магер-магер-магер. О, нет. Это плохо. Как будто на твоих плечах лежит весь груз мира, да? Это не груз мира. Это груз гидр. Ты что, не слушал? Простите. Я всех подвёл. Я был готов к игре, но я... Я бесполезен. Обещаю, мы постараемся всё исправить. Конечно. У вас будет самая сложная задача. Задача Тайгера – опекать ликвидо. Тайгер, ты будешь в запасе, но это не значит, что нам не нужна твоя поддержка. Понял, тренер. Здоровая еда. Потом... Хо-хо-хо-хо-хо-даги. Какой позор. Эй, мистер повар, вы открытые? Хех, я Жак-повар. Я кормлю императоров, а не просто людинов. А, да ладно тебе. Игра вот-вот начнётся, и нам нужен перекус. Да, всё равно что. Тогда приготовьтесь вкусить лучшее блюдо для гурманов. И мы на плавучем стадионе. О, да. Будет зрелищно. Тайгер против ликвида. Битва метеоров. Я так не думаю, маг. О, о чём он думает? Он убрал самого быстрого игрока. Но... Но... Почему? Начали! Смогут ли страйкеры справиться с ликвиду без Тайгера? Шейкс накрывает ликвиду. Но и без радара. Очевидно, что он слишком медленный. Ещё рано, Брэнда. Слишком рано. Норт блокирует ликвиду. Страйкеры не отстают ни на шаг. Ликвида принимает мяч. Великолепный подкат от Норт Шо. Хорошее начало для суперстрайкеров. Шейкс и Норт буквально преследуют ликвиду. Боюсь, я не выдержу 90 минут. Может и не придётся. Давай за мной. Ваши вкусовые рецепторы будут в восторге. А хот-догов нет? Вы сказали, вам всё равно, что кушать. Да, но это ж футбольный матч. Тут все едят хот-доги. Хот-доги для суперстрайкеров. Если я их отдам, чем мне их кормить? Всё. Два хот-дока? Один момент. Середина второго тайма, а Тайгер так и не вышел на поле. Ух ты, Ликвида, а ты быстрый. А ты не знал? Жалко только, что не самый быстрый. Тайгер обогнал тебя на подводном поле. Да ну, я слил подводную игру. Ну, конечно, друг. В настоящей гонке я сделаю его в два счёта. Правда? Докажи. Ясно. Вам нужен ключ. Ловкий ход. Но эта игра не про гордость. Она про голы. Гол! Стратегия два на одного всё-таки подвела страйкеров. Ликвиду готов праздновать победу. Ээээ... Или нет? А? Как снять этот пояс? Увы, без амулета никак. Тренер! Фирменный жест Ликвида. Он не задрал майку. И что? Серьёзно? Выпустите меня на поле. Разве ты догонишь Ликвиду с этим поясом? Всё равно я должен попробовать. Сотни хот-догов. Кому хот-дог? Да. Мне, мне! Пожалуйста, дайте мне. Пожалуйста, мне! Спасибо, мне пора. Там что-то интересное. Ну, хоть избавился от этой гадости. Приводите друзей! Замена у страйкеров. Ха-ха-ха. Ах, наконец-то. Почему Таггер такой медленный? Я смогу. Ух ты! Таггер не жалеет сил. Но это не помогло. Хе-хе. Кажется, твой амулет не работает, бро. А у тебя его вообще нет. Что? Что? На Таггере был утяжелитель? Но это значит... Говоришь, вода делает тебя быстрее. Это ерунда по сравнению с моим поясом. Удар по воротам! Биг-бо падает! Что? Похоже, ситуация изменилась. Что стоишь? Ты же говорил, что сделаешь его! 29 миль в час у Таггера! Но Ликвида не отстает, Мак? Нет! Нападающий страйкеров превратился в торнадо! 30 миль в час! Невероятные голы от Тайгера! Он просто молния! Эй, Ликвида! Видишь, мой амулет всегда работает! Эй, как думаешь, если я его поцелую, мне повезет? Молодец, Тайгер! Хороший план! Так, а если я не ошибаюсь, настало время отведа типичных хот-догов! Да! Да! Покупайте хот-доги! Хороший хот-доги лучшие в мире хот-доги! Эй, а это не наш праздничный ужин? Вот это скорость! Жак, что здесь происходит? Я даю людям, что они хотят! Они хотят хот-доги! Но что мы будем есть? Вуаля! Самые изысканные блюда для императоров Суперлиги! Бон аппетит, Суперстрайкеры! Что это? Не знаю. Как самый утонченный из вас, я просто обожаю такую еду! Улитки и рыбьи яйца? Тренер, а где Тайгер, Шейкс и Норд? Вы правда думаете, что я их позову после такой выходки? О, жалко, бедняги! Вот здорово, Тайгер! Но как? Их же сразу раскупили! Но я успел! Ага! Ха-ха-ха-ха! Шейкс, берегись! Вы смотрите Футбол 360. Новость дня. Лучший нападающий страйкеров Шейкс возвращается на поле после уж... Ладно. Я готов. Суперстрайкеры. Худжу. Шейкс! Шейкс! Раз видишь? Шейкс! Как же здорово, что наш лучший забивал и вернулся! Но я никуда не уходил. Спасибо. Не терпится поскорее выйти на поле. Э-э-э... Ты ведь знаешь, с кем мы играем, да? Зато травм можно больше не бояться, Шейкс. Это высшее достижение в защитном оборудовании. Амортизаторы для коленей. Кто-нибудь, пните меня. Я, 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 я. Давай я, Клаус. Видишь, я абсолютно не... Какой план? Шейкс? Прежде всего мы должны проверить, готов ли ты к матчу. Проверка готовности активирована. Вы уверены, что это ему под силу, шеф? Не сумеет здесь. Не устоит против танкеров. Показатель готовности 25%. 50%. 75%. Момент истины. Джейкс, берегись! Программа проверки отключена. Сами виноваты, шеф. Физическая травма зажила, но шрам в душе остался. Это что, шутка, шеф? Думаете, я буду просто сидеть и смотреть, как страйкеры играют с танкерами? Конечно, нет. У тебя будет важная миссия. Суперстрайкеры, мы пишем вам в момент отчаяния. Пожалуйста, помогите открыть новый магазин? Не обязательно магазин. Кинотеатры, парки, дома престарелых. Выбирай. Меня это не интересует. Мне нужен Убер. Ты не готов. Выбери любое мероприятие. В любой стране. Но выкини из головы танкеров. Торн, фон Глаз. Сколько раз повторять не играть в видеоигры на этом супернавороченном мониторе? О, мастер, извините, сэр. Марш за работу, лодери. Так, что ты хотел мне показать? Суперстрайкеры отправились на стадион Фортрас. Но Шейкс летит в Китай. Хм, подозрительно. Сообщай мне о всех маневрах. Что ж, это лучший магазин. Шейкс! Шейкс! Добро пожаловать в Дворец Желтого Императора. Сейчас это футбольный музей. Ээээ, спасибо. Простите, режим гида. Привычка. Я Шинь. Идём, я всё покажу. Здесь представлена история футбола. Это, например, шестнадцатый век. Англия. Множество игроков, никаких правил. Непобедимые явно родились не в том веке. Греческая игра. Эпискирос. Похожа на футбол за одним исключением. Греки играли руками. Да, и не носили шорты. Всё это очень интересно, но я-то вам зачем? Ты будешь почётным гостем на открытии новой выставки. Перережешь ленточку? Ха, само собой. Для этого футболистов и нанимают. А можно взглянуть? Извини, никому не разрешается туда входить до открытия. Но мы можем сделать исключение для Шейкса и Супер Страйкеров. А это что? Самый старый предшественник футбола. Куджу. Чтобы не отдать мяч сопернику, игроки использовали боевые приёмы кунг-фу. На этом гобелине вышита легенда о юноше, который в одиночку победил команду солдат. О, это круто! Ха, ты ещё не видел главное? Идём! Добро пожаловать на тренировочную арену! Ух ты! Куджу был популярен в Древнем Китае. Император хотел, чтобы его команда была лучшей. Поэтому он построил это место. Ха-ха, как наш шеф. Хочешь, я покажу тебе парочку движений? Вдруг Убер снова попытается тебя ударить. Спасибо, но я не буду играть против танкеров. Не может быть! Шеф думает, что я не готов. Тогда лучший способ доказать, что он ошибся, показать ему Куджу! Без обид, но если я хочу выиграть у танкеров, мне нужен мастер. Ну, длинная борода говорит загадками. Нужен мастер по Куджу. Он перед тобой. Обстановка. Тор вот-вот побьет клуб на рекорд. Я не проигрую! Где Шейкс? Сэр, Шейкс находится под футбольным музеем. Я знал, что он что-то затеял. Танкеры готовятся к погружению. Так, да ладно. Покажи парочку приемов. Мастер. Оглядись, Шейкс. Все, что тебе нужно здесь. О-о-о! Ах! Что это было? Не тормози! Действуй! Если ты не можешь обойти меня, как-то обойдешь толпу качку! Фу! А-а-а! 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 Другое дело. Танкеры? Едва ли они приплыли на экскурсию. Извини, Шейкс, тренировка отменяется. Что вам тут нужно? А что нужно тебе, Шейкс? Хотя я и так вижу, что к чему. Ты хочешь использовать эти боевые приемы против нас? Убер, думай, что говоришь. Я даже не выйду на поле. Шеф убрал меня из состава. Ну, конечно. Такого стратега, как я, тебе не обмануть. Я могу просчитать каждый твой шаг. Спорим, этот шаг ты прощелкал. Супер стратег. Взять ее! Она научит нас Куджу. Эй! Отпусти меня на хал. Не трогайте ее! Или что? Да, так я и думал. Шеф был прав. Я не готов. Юноша в одиночку победил команду солдат! Быстрее! Быстрее! Танкеры непременно попытаются сбить вас с ритма. Эээ, шеф, боюсь, они пытаются сбить не только ритм. Вот почему нам нужна скорость. Не смогут догнать, не смогут подрезать. Вам больше не нужно об этом волноваться, шеф. Вот мое новое изобретение. Скользкий спрей! Кто-нибудь ударьте меня! Опять? Молодец, Клаус, бро. Оно работает. С ума сойти. Ладно, вернемся на поле. А я к разработкам. Либо ты учишь нас боевому футболу, либо тебя ждет долгая ледяная ванна. Ладно, ладно. Закрой глаза, и ты все узнаешь. Интересно как? Не понимаю. Куджу – древний вид спорта. Окутанный тайнами. Его не надо понимать. Хорошо. Зачем мне вам помогать? Вы пытались избавиться от Шейкса. Избавиться? Ерунда. Супер-стратег никогда не прибегнет к такой грубой тактике. Мы подрезали Шейкса, чтобы имплантировать ему вот этот жучок. Вот как они меня нашли. Стоп. Если у меня в ноге жучок, значит… Добро пожаловать на эпическую трансляцию со стадиона Фортрес. Плохие новости для фанатов Страйкеров. Как оказалось, ранее травмированный нападающий Шейкс не выйдет на поле. Парни, будьте предельно осторожны. Нам больше не нужны травмы. У нас и так не хватает одного. Точнее, двух, шеф. Где Клаус? Дай угадаю. Он работает над новым изобретением. Тайгер абсолютно прав. Вот мое новое изобретение. Вот эти доспехи. Ты прятался, верно? Да. Лучший способ не получить травму от танкеров – не играть с ними. Как думаешь, эта игра будет менее жесткая, чем предыдущая? Сомневаюсь, Брэнда. Очевидно, Страйкеры тоже. Пока они сохраняют дистанцию. И это работает. Кажется, у Страйкеров есть шанс. Гоу! Гоу! Эль Матадор упал. Если это он не радуется голу, все серьезно. Да, игра только началась, а люди в красном уже потеряли двух Страйкеров. Лоу! Иди на поле. Да, шеф. Быстрее! У танкеров появился шанс прорваться к воротам Страйкеров. Так или иначе, они больше не атакуют соперников. Ох, зря я это сказала. Навес в штрафную. Слишком близко к вратарю. Или нет. Гоу! Гоу! И танкеры доказывают, что они снова в игре. Без Шейкса и Матадора тренеру Страйкеров нужен неплохой козырь, чтобы выиграть. Нельзя сдаваться, Шейкс. Эм, если ты не заметила, мы в камере. Да брось! Для Шейкса и Страйкеров это ерунда. Правда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы говорили, что тренеру Страйкеров нужен козырь. Но у него их целых десять. О, круть! Шейкс, что ты здесь делаешь? Я был в древнем храме и приплыл на лодке танкера. Вот такие дела. Я же запретил тебе даже думать о танкерах. Как не думать, если они следуют за ним повсюду? Эм, это Шинь. Она научила меня технике древнего футбола. Мы можем... Сколько раз тебе повторять, Шейкс? Дело не в твоей технике. А теперь сядь. Ты не играешь. Надо же. А он строгий. И не говори. Давай, Клаус! Ты сможешь! Вперед, Ленки! Я верю в тебя, Ризо. Не заставляй меня повторять. Я знаю, я не готов. Но других вариантов нет. Сначала Шейкса нет в составе, потом он на скамейке, а сейчас на поле. Будем надеяться, он продержится дольше остальных. Похоже, Шейкс хитрее, чем мы думали. Неважно. Он слишком меня боится. Прошло 80 минут, а счет до сих пор равный. Но, кажется, у страйкеров еще остались силы. Мяч у Шейкса? Сможет ли он забить? По атаку! Или танкеры опять выведут его из игры? Посмотрим, как работает Куджу в наше время. Великолепная техника! Давай, Шейкс! Ха-ха-ха! Где он всему этому научился? Давай, Шейкс! Ты уже близко! Помни о Куджу, Шейкс! Пора заканчивать! Невероятно! Этот гол не описать словами! Какой матч, какая победа, какой футбол! Да! 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 Мы неплохо сыграли, да? Да, неплохо. Жучок такой крошечный, а сколько бед от него! Так чего же мы ждем? Уничтожь его! Не, есть идея получше. Мне не нравится эта миссия. Хватит ныть! Мы должны выяснить, где находится секретная тренировочная база Шейкса. Фон Глаз, мы уже близко! Шейкс! Нам туда! Дорогой Упер, спорим, такого ты не ожидал. Шейкс! Солтан! Уталин! Шейкс! Солтан! Шейкс! 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 рассчитанные на 150 тысяч болельщиков. Мы на новом стадионе Султана в Голиафе. А сейчас я передаю слово комментаторам первой игры. Спасибо, Лина. Стадион Голиаф, он огромный. Тут куча народа и очень шумно. Не хотела бы я быть на месте Накамы. Эй, вы, сделайте потише. Это было громко. Игра началась. Если кто-то и выдержит такой шум, то только Накама. Да, Мико и его команда славятся невозмутимостью. А ты бы выдержал такой шум, Шейкс? Да, я отработал новый убойный удар. Фанаты Султанов будут в шоке. Нет, как он это сделал? А ты, Спенза? Перекричать их будет явно нелегко. Ты говоришь с фанатом страйкеров. Мы тут самые громкие. О, Мико вырывается вперед. Смотрите, Шейх просит фанатов кричать громче. Если это вообще возможно. Шум просто ужасный, Мак. Что? Шейх, я звоню в полицию. Черт. Придется потренироваться. Мико, что там произошло? Мы были в форме, готовы, но этот звук... Ерунда. Ты играл на многих мегастадионах. Ты не поймешь, пока сам там не окажешься. Я никогда не видел, чтобы Мико был таким, ну, напуганным. Чтобы выиграть у Султанов, нам нужна особая подготовка. Проф? Заткните в уши побольше ваты, потому что сегодня мы займемся децибелами. Ваты? Точно. Децибелы и ваты – два способа измерения громкости. Самое сложное в игре на шумном стадионе – это коммуникация. Я разработал серию особых жестов для общения на поле. Выучить все. Не вопрос. А точнее... У тебя что, зуб болит? Думаю, мне нужно время, чтобы их выучить. Итак, фанаты. Наша миссия... Глеф. 200 ресторанов, 130 магазинов, кинотеатры, бутики, катки, зоопарк. Я не могу обещать, что вы все вернетесь. Свинза. Супер-франк. А мы тут готовимся к матче с султанами. Лучше подумаем, как перекричать их фанатов, а не опустошить магазины. Так, ребята. У меня есть несколько потрясных новых кричалок. Но сперва – распевка. Раз, два, три. Итак, парни. Вы выучили жесты? Некоторые из вас выучили жесты. Второе условие победы на шумном стадионе – умение игнорировать шум. Да ладно, фанаты не собьют нас с толку. Мы предельно собраны и сосредоточены. Кстати, о чем мы говорили? По моим расчетам, это будет... Идеальная симуляция Голиафа! Голиафа! Султаны, султаны! Султаны, султаны! Султаны, султаны! Шултаны! 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 Хм. Новый удар? Разве враждебная среда вроде Голиафа подходит для испытания новой техники? Сейчас узнаем. Шултаны! 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 Тихо! Что это было? Мы даже не разбудили Сандру. Сначала. И на этот раз. Уж постарайтесь. Султаны! Шултаны! Шултаны! Берегитесь, султаны! Мы готовы к игре. Ай-яй-яй! Круто! Красиво! Суперстрайкеры, добро пожаловать на Голиаф. Не сомневаюсь, он потрясет вас... ...своей роскошью. Еда, одежда, аксессуары, кинотеатры, каток, даже зоопарк. Здесь есть все, что душе угодно. Вы, как мои гости, можете ходить везде по этим личным пропускам. Ух ты! Спасибо! Здорово! Благодарим вас, шейх. Но единственное, что нам сейчас важно, это футбол. Ты научил его нашим жестам? На стадионе полно пауков. Надо выбираться отсюда. Проехали. Ну, что ты думаешь о Голиафе? Круто! Я бы тут жил. Здесь столько всего интересного. Ну, тогда этот пропуск тебе пригодится. Клянусь использовать это мощное оружие только во имя добра. И вкусняшек. Погнали! Ха-ха-ха-ха. Мы на стадионе Голиаф. Я должна сказать, суперстрайкеры на удивление спокойны. Сказать? На этом стадионе нужно орать. Ладно, ребята. Давайте покажем, как это делается. Раз, два, три. Все фанаты на футболе, суперстрайкеры на поле. Их победу не дадим. Кого хочешь, перекричим. Да! Да! Тенза. Где ты? Мой пропуск. Обожаю тебя. О нет, мне нужно на поле. Я не вытерплю 90 минут. Время действовать. Султаны, 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 султаны. Суперстрайкеры пытаются утвердить свои позиции. Как и их фанаты. Мяч у нас лужица, он не станет поддаваться. Султан! Султаны! Шесть впереди, врата, репещи! Гол, он взорвёт и мяч улетёт! Безупречно! Решающий момент! Солданы! 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 Кажется, Шейксон нехорошо. Не знаю, что со мной. Я делал это сто раз. На тренировке, но не на огромном стадионе. В следующий раз лучше не усложняй. Да, отдай мяч игроку железной... Выдержкой? В точку. Так-то лучше. Я опоздал! Фран будет в ярости. Срежем путь. Солданы! 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 Нортшо так не думает! Хоть на запад и пойдёшь, и полсвета обойдёшь, Да настолько, когда придёшь, лучше носа не найдёшь! Ох ты, отличная поддержка от фанатов страйкеров! Но их быстро заглушают местные болельщики! Это всё равно, что выпустить 12-го игрока! Жол! Жол! И всё благодаря фанатам! Откройте! Откройте! Пропустите меня! Что вам тут нужно? Да, что? Сюда вход воспрещен всем. Всем. Пропуск? И не возвращайтесь. Никогда. Надо же, первый тайм был напряженный, да, Бренда? Да, поддержка болельщиков много значит. Мика был прав. Пока сам не испытаешь, не поймешь. Ну, не знаю. По-моему, с этим шумом что-то не так. Как будто тут миллион людей, а не 150 тысяч. Миллион? И где же они прячутся? На катке или в зоопарке? Пропуск. А я свой, кажется, не захватил. Служебные помещения вход только по пропускам. О, нет! Спенза! Половина игры! Где тебя носит? Точно не знаю. Я заблудился. Бесконечные коридоры. Газировки. Прости. Я плохой фанат. Но, обещаю, во втором тайме выложусь на все сто. А? Шейкс? Спенза! В моей сумке старый йогурт. Принеси детскую присыпку. Жареная картошка? Тебе нужна ложка. Понял. Тут творится что-то странное. Сейчас все разведаем. Идем, Франк. Операция начинается. Спенза! Стой! Ты же обещал. Сейчас мы нужны страйкерам, как никогда. Франк. Быть фанатом, значит быть им здесь. И здесь. И там тоже. Ну хорошо, Спенза-детектив. Будем расследовать. Нам нужно как-то проскочить мимо этих ученых. Придумал! Сделай что-нибудь, а то нас засекут. И тут я понял, что И равно МС в квадрате. Да, такое со мной часто бывает. Перезапуск машины. Питание включено. Проверка усилителей. 150 тысяч фанатов не хватило. Поэтому шейх добавил еще миллион децибел. Динамики прямо под полем. Хм. Неудивительно, что страйкеры не выдерживают шум. Мы должны заглушить эту штуку. И? Я, кажется, знаю как. То есть? Мы в игре. Игра вот-вот начнется. Посмотрим, смогут ли страйкеры отыграться во втором тайме. Эм, едва ли. Кажется, ситуация вышла из-под контроля. Их фанаты ушли. Шейкс, что ты сказал Спензе? Что бы это ни было, я не думаю, что они поняли наши жесты. Не голов, не фанатов. Для страйкеров хуже уже быть не может. А вот и сигнал. Включайте звук. Идём, ребята. Сделаем это. Солданы! 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 Ха! Может, всем командам Суперлиги стоит построить стадионы побольше? Эй, учёные! Вам сюда нельзя! Это служебное помещение! Мы не уйдём никуда, пока не отключим эту машину! Да! Наш генератор шума сделан из плава Титана. Титана! Его нельзя сломать. Нельзя. Но у него есть одно слабое место. Как у любой машины. Фанаты! Раз, два, три! Вперёд! Солдан! Фантастический сейф от Биг Бо! Козеробка! Козеробка! Уберите её! Ну что, ребята, вернёмся на трибуны и пошумим! Молодец! Эти крики фанатов, они исчезли! Я знаю, что случилось! Это всё они! Все фанаты на поле! Суперстрайкеры на поле! Их в одину не дадим! Кого хочешь, перекричим! У-у-у-у-у! У-у-у-у-у-у-у! Да! Даже я знаю этот жест! Да! Идём, парни! Выиграем матч ради них! Да! Вперёд! Вперёд! Ну, как насчёт классики? Считай, Спенза. Раз, два, три, четыре. Страйкеры! Помнишь, Эйкс, застри до... А, забудь, просто забей! Суперстрайкеры! 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 Суперстрfyкер! Суперстрайкеры! Суперстрайкеры! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У-ху! У-ху! Бестяще! И суперстрайкеры горячо благодарят своих фанатов. Кажется, сейчас наша очередь. Раз, два, три! Фанаты! Да! У-ху! 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 Класс! Пока! Увидимся! Пока! Увидимся! До встречи! Опять не повезло. Да. Вы ведь надеялись на оглушительный успех. У-у-у-у-у-у! Заглохло. Спасибо. У меня кое-что есть для вас, Шейкс. Э-э, что это? Это ваш счет. Ой, автобус уезжает. Мне пора. Что? Кто купил 130 газировок? Все фанаты на футболе! Суперстрайкеры на поле! Их в обиду не дадим! У-у-у-у! Ух ты! Хе! Эй, чувак! Стой, чувак! Я иду, чувак! Люблю слова «чувак», чувак! Это я, Шейкс! Узнал? Я тот, кто вечно сойдется в чужие дела! Благер-благер! Бла-бла-благер! У-у-у-у! У-у-у! 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 Отлично! Спасибо, Тони! При чем тут ты, Чак Чиперсон? Я про... Виртуальные очки! Твои очки – идеальное устройство для тренировки! Я могу за... Загрузить любого игрока из любой команды! У меня есть менеджеры, репортеры, да кто угодно! Ну, не знаю, Тони! От таких штук у меня в голове все путается! Подожди-ка! Вот так! Лучше? Привет, Тони! А можно мне тоже такие очки? Джой Джей Джонсон-младший! Лучше займись зверьем в лаборатории! Да забудьте про скунса, Тони! Зверек нейтрализован! Ты наконец-то избавился от вонючки? Этого скунса вы больше не увидите! А-а-а-а-а-а-а! Отдай мне очки! Сейчас же! Эти очки не игрушка! Они только для тренировки! Или для диверсии! Встречайте самую большую звезду Голливуда! Хе-хе-хе-хе! Нет, правда, я там метров шесть! Эль Матадор! Вы забили десять голов за четыре матча! В чем секрет вашей феноменальной формы? Все просто! Круто выглядишь, круто играешь! Белые зубы! Гигантская голова! Идеальные волосы! Раздутое самомнение! И последний штрих! Мои дизайнерские, супердорогие, уникальные очки! Не трогайте мои очки! Все права защищены! Если я сделаю вторые такие, я подам на себя в суд! Шевелись, Эль Матадор! Тренер ждет! Красота требует жертв! Я в месяц столько не моюсь, сколько он в день! Ого! Работает! В этом журнале написано, что Эль Матадор сейчас самый горячий игрок в суперлиге! Что? Их в самолете бесплатно раздавали? Вообще-то нет! Это же наш самолет! Эль Матадор, лучший игрок, сгонят с ума фанаты его! Мой план сработал! Это идеальная копия плюс капелька виртуальной магии! Мне выглядит круто! Забью сегодня кучу голов Фу, Скунс Пора сваливать Скунс? Воняет Если я тебя поймаю, я из тебя Черт Мои очки какие-то странные Вы что, с ними баловались? Мы не брали твои очки, бро Мы в суд не хотим Ладно, ладно, займемся делом Тук-тук Тони Так нечестно Даже у суперстрайкеров есть эти очки для просмотра кино Если мне нельзя смотреть в очках кино Может мне снять кино? И поехали Техникали Отличные нападающие Давят противника количеством Но бросая все силы вперед, они открывают тыл Ха, кто-то этим может воспользоваться, да? Эль Матадор Эль Матадор Клянусь, с моими очками точно что-то не так Давайте сделаем это Нужно подготовиться к игре с техникали Да, кто знает, что задумал этот полоумный Тони Верн День первый Воняет ужасно Я запихнул в нос носки Эль Матадора, чтобы не чувствовать запах Не помогает Я приму Нет, я Какую сцену мне снять первый? Эль Ададор, можно фото? На кого вы работаете? Я снимаюсь только для лучших журналов А-а-а. А-а-а. Журнал «Суперхвост». О-о-о. Ну, конечно. Главное, выбери удачный ра-а-а-а-а! Курс! И... Снято. Гениально! Джон Джей Джонсон младший! Что ты делаешь в моей лаборатории? Э-э-э, ничего, Тони. У-у-у. Что за запах? Я не хочу об этом говорить. Матадор, я ждал пас. Извини, Шейкс, я хотел, но этот репортер попросил мое фото для обложки журнала. А-а-а, какой репортер, друг? Тот парень. Там. А? Должно быть, он уже ушел. Я очень фотогеничный. А вообще, хорошая была тренировка. Пойду, Примодуш. А вы видели репортера? Нет. Судя по тому, что написано в журнале сплетни у Эль Матадора все признаки звездного срыва. Я купил его для друга, ясно? Да. И как его зовут? Не важно. Слушайте. Явные симптомы звездного срыва. Это паранойя. Он был уверен, что мы трогали его очки. Галлюцинации. Типа невидимого репортера из модного журнала. Ха, а что еще он может выкинуть, бро? Может, начать крушить мебель. И раздевалки тоже? Что? Прости, Эль Матадор, но это для твоего же блага. Вы о чем? Антизвездное лекарство. Держите его! Ах, ну сколько раз вам повторять, парни. Какой-то таинственный нахал трогал мои очки. Скунс разнес раздевалку, а репортер сделал мое фото на поле. А, отрицание – первый признак звездного срыва. Вы просто завидуете, что мое фото будет на обложке журнала. Я проверил. Журнала Суперхвост не существует. Да, друг, хвосты вышли из моды еще в восьмидесятых. Да как ты смеешь? Шейкс, ну ты-то мне веришь? А, я… 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 Отлично. Пойду к тому, кто знает, что такое быть крутой суперзвездой. Ладно, ладно, мы поняли. Нехорошо вышло. Я поговорю с ним. Тогда поторопись, а то упустишь его. Или ты знаешь крутую суперзвезду, к которой он собрался. Эй, мы же в Голливуде. Это может быть то угодно. Без паники. Есть только одна суперзвезда, которую он уважает. О, Эль Матадор. Как тяжело быть непонятой, богатой, невероятно красивой звездой футбола. Я тебя понимаю. А? Джон Джей Джонсон-младший? Тони ничего не разрешает мне делать. Но его здесь нет. Но я верю в себя. Кто бы что ни говорил. А ты всегда так одеваешься? Восьмидесятые вернулись. Спандекс снова в тренде. Лучше скажи это Норту. Хвосты всегда в моде. Кстати, слышал, ты попал на обложку журнала. Поздравляю. Спасибо. Эй! А ты-то откуда знаешь? Все все знают в Голливуде. Ладно, это мой шанс. Что нужно для классного кино? Драма! Эль Матадор, что с тобой? Моя команда считает, что я спятил. Скажи, ты тоже слышишь музыку? М-м-м. Драма. Есть. Что еще? Экшен! Ниндзи, что будем делать, Джон Джей Джонсон-младший? Что вам нужно? Твой шикарный густой хвост. Отдай его или пеняй на себя. Хочешь мой хвост? Иди и возьми. Да будет так. Ти-я! Бро, мы же друзья. Друзья не ссорятся. Согласен? Не, глупо. Эль Матадор, мы беспокоимся. Вернись. Пф, как будто я его мама. Эль Матадор, команда – это доверие. То есть, я хочу сказать. Я не думаю, что ты.. Спятил. Шейкс, помоги! Эль Матадор? Рано радуешься, Эль Матадор. Твой хвост будет нашим. Шейкс, эти ужасные ниндзя хотели отстричь мой хвост. Эль Матадор, тебе стоит взглянуть. О нет, Клаус был прав. У меня правда звездный срыв. Матч, матч с Техникали, он завтра! О, Шейкс, что же мне делать? Может, посидишь в запасных? Ты ведь не скажешь тренеру, правда? Друг, у нас есть шанс выиграть у Техникали на их же поле. Да ладно, я же ваш верный метки супернадежно и забивала. Все будет хорошо. Добро пожаловать на игру. И, похоже, Техникали снова делают ставку на нападение. С Эль Матадором в идеальной форме. У них нет шансов. Шейкс, друг, что случилось с этим нашим властелином раздевалок? Да, он вообще с нами. Он сможет сегодня играть? Ну... Привет, ребята. О чем болтаете? Вот, как я и говорил, он в порядке. День второй. Запах не уходит. Но я должен сосредоточиться на своей миссии. Что ж, Эль Матадор, шоу начинается. Мяч в игре. Хитро, Шейкс. И эффективно. И мяч снова у Эль Матадора. Он прорывает оборону и... А вы откуда взялись? Из твоих ночных кошмаров. Шейкс, спасую! И Эль Матадор передает мяч другому нападающему. Сработало! Я гений! Эль Матадор! Эль Матадор! Эль Матадор! Я был открыт. Да, я знаю. О, у страйкеров проблемы. Техникали мчатся к воротам. Удар! Техникали сделали то, что Эль Матадору не удавалось весь с первой тайм. Друг, ты совсем раскис. Я должен сказать, Шейкс... Да, брось, Шейкс. Как говорил Джон Джей Джонсон-младший, я должен верить в себя, чтобы кто ни говорил. Стоп. Когда ты его видел? Вчера вечером, перед нападением Нинь... Он был ненастоящий, да? Но если Эль Матадор не врал насчет скунса, то... Джон, кто будет на обложке журнала «Суперхвост»? Эль Матадор, конечно. О, то есть, не слышал об этом журнале. Извини, мне пора. Пока. О, нет. О, нет-нет-нет-нет-нет. Шейкс знает про виртуальные очки. Я должен все исправить. Эй, я думал, эти очки и только для тренировок. Тони? Зачем Тони позвал нас сюда? Тони! Да, так-то лучше. Что вы сделали? Это не я, это скунс. Я говорю про очки Эль Матадора. А я подумал, тебе пригодится помощь. Ну, с победой. О, хватит ныть. У тебя есть цель. Мне нужна честная победа. Послушай, Эль Матадор сейчас на скамейке запасных. Не торопись, атакуй, победа твоя. Есть вопросы? Да. Чем воняет? Ау. По-моему, у одного из нас серьезная проблема. Ладно, признаю. Я обожаю журналы про знаменитостей. Мне нужна помощь. Вы говорили про Эль Матадора, да? Парни, я видел скунса. Рад за тебя, друг. Вы не поняли? Это значит, что Эль Матадор не врал насчет раздевалки. И это не все. Джон Джей Джонсон-младший знает про журнал «Суперхвост». Как он может знать про выдуманный журнал? Он сам его выдумал. Так, что здесь происходит? Эй, 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 полегче. Так, спокойно, Джон Джей Джонсон-младший. Нужно добраться до Матадора раньше них. Эээ, привет, Матадор. Слушай, друг, мне что-то нехорошо. Так что, когда я вернусь в раздевалку, я могу немножко... ...чудить. Ха! Ты знаешь правила, Шейкс. Я звоню Юри... В общем, не обращай на меня внимания. Ты нужен нам на поле во втором тайме. Все, он ушел. Тони Верн поменял твои очки на... ... очки виртуальной реальности. Так я не спятил? Ты можешь играть без очков? Нет, шеф. Тогда будешь в запасе. Тони Верн испортил мне игру. Убедил всех вас, что я чокнутый. А главное... ...он трогал мои очки. Дайте же мне ему отомстить. Команды выходят на второй тайм. И первый идет Эль Матадор. Я удивлен, что он вообще вышел на поле после такого провала. Они не убрали его? О, ладно, Эль Матадор. Скоро ты узнаешь, на что способно мое изобретение. Эль Матадор атакует. Кажется, он снова пришел в форму. А, учитывая первый тайм, я сомневаюсь, что он по мячу попадет. А? О, ты обошел двух игроков. Вот еще десять. Что он будет делать, парни? Мяч он не отдаст. А-а-а! В очках он должен играть хуже, а не лучше. Как насчет парочки спецэффектов, чтобы оживить игру? Очки никому не трогать. А-а-а! А-а-а! Давай, Эль Матадорф! Откуда мне знать, что ты настоящий? Я не фанат журнала «Суперхвост». Понял. Спасуй мне! Слови, попробуй. Потрясающе! Невероятно! Его не остановить! Какая игра! Да, Бренда, сегодня Эль Матадорф показал нам отличный футбол. Ну что же может быть хуже? Даже не думай. Друг! Это был самый безумный гол, который я видел! Лучше безумный гол, чем безумный Матадор. Ха! Прости, что тебе не доверяли. Не волнуйся, это Тони виноват. Может, проучим старикана? Да, в журнале для подростков описаны 10 способов отомстить бывшему другу. Не заморачивайтесь. Я знаю, как мы поступим с Тони. Подходите! Покупайте новые очки виртуальной реальности! Хоть верну деньги, которые я потратил на эти глупости. Босс, я нашел людей, которых интересуют ваши очки. А, здрасте, здрасте. С кем имею честь вести переговоры? Майористы Матадора. Вот иска нарушения авторских прав. Ох! Чем тут пахнет? Я не хочу об этом говорить.